Доброе утро всем, кто встречает новый день вместе с Первым каналом. В студии в прямом эфире Екатерина Стриженова на календаре пятница, 8 декабря. Ну и прямо сейчас тема, которая постоянно обсуждается в интернете, в личных беседах, всплывает новостях. В общем, как сейчас модно говорить, всё время в топе, к сожалению. Поборы в школах и детских садах. И вроде бы все знают, требовать деньги с родителей государственное учебное заведение не может, это закон. Но конфликты между родителями и этими самыми заведениями постоянно возникают. Пикет у Рязанского детского сада номер 151 устроили недовольные родители. Главная претензия – постоянные поборы. За три месяца похода в садик мы уже потратили где-то около двух тысяч рублей. Из родительских денег мы, значит, покупаем всё детям, а за счёт бюджета мы обеспечиваем комфорт руководящему составу детского сада. Думайте, во что ваши дети будут играть. Согласились, приобрели. Второй год повторилось как бы то же самое. Сад муниципальный. По закону, любая материальная помощь только на добровольных началах. Однако родители говорят, кто не оплатил пожертвования в срок, рискует впасть в немилость. Кто-то боится, что не завяжут шапку на улицу. Кто-то боится, что там не переоднят мокрые колготки. Заведующая признаёт, и ремонт в группах, и покупка игрушек – всё сделано на деньги родителей. Но утверждает, никто никого не заставлял. Сами на всё соглашались. На наш взгляд, в тех взаимодействиях, которые происходили по любому обращению, мы не видели каких-то проблем особых. Поэтому мне трудно сказать, почему такой вот настрой у родителей негативный. Мы в недоумении. Решить вопрос мирно не получилось. Родители написали заявление в прокуратуру и в местное управление образованием. Детский сад ждёт серьёзная проверка. Во входе проверки будут сделаны запросы непосредственно до школьного образовательного учреждения, а также учредители данной образовательной организации, этого управления образования и молодёжной политики администрации в городе Рязани. Причём сами сотрудники прокуратуры говорят, рассматривать такие жалобы очень непросто. Открыть счёт для добровольных пожертвований может любой детский сад или школа. Это законно. А вот определять сумму взноса уже нет. Но бывает и так, что сбор средств затевает сам родительский комитет. Камчатская гимназия 39. Родители решили нанять для охраны частную компанию. А это тысяча рублей в год с каждого ученика. Одна из семей оплачивать услуги отказалась. Мы проучились пять лет в этой гимназии к концу пятого класса, когда я уже несколько лет не сдавала. Я отказалась. Ребёнок у меня оказался самым плохим, потому что я не сдаю деньги. Пацан в 10 лет приходил с истериками, со слезами и говорил, что я больше не пойду в школу. Людмила Москвичёва с таким положением дел мириться не собиралась. Жаловалась и в прокуратуру, и в управление образованием. Вот результаты проверки школы. Это решение было принято родительским комитетом. Каждый родитель, который желает сдать средства по желанию строго, пишет заявление. Людмила в итоге перевела сына в другую школу. Но такая возможность бывает не всегда. Так что тут только договариваться, иначе никак. Поэтому помните, дошкольное и школьное образование бесплатное. Любая финансовая помощь – это добровольное решение каждой семьи. Всё остальное вне закона. Денис Демешин, Ася Титова, Дарья Высоцкая, Екатерина Зенина. Первый канал.